Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универ ТВ». Сегодня мы вам расскажем о том, как президент Татарстана Рустам Мениханов ознакомился с ходом строительных работ в кампусах Казанского федерального университета, а также о том, как ректор Казанского федерального университета принял участие в работе крупнейшего Санкт-Петербургского экономического форума. В рамках этого же Санкт-Петербургского экономического форума президент Татарстана Рустам Мениханов принял участие в церемонии торжественной подписания соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Акционерным обществом Росгеологии. Также мы вам расскажем о том, как ученые Казанского федерального университета разрабатывают препарат для лечения туберкулеза. Научно-международный симпозиум, посвященный 750-летию Золотой Орды, прошел в Казанском федеральном университете. И мы вам расскажем о предстоящем глобальном научно-исследовательском проекте «Спектр рентген-гамма», который стартует 21 июня в 15 часов 17 минут с космодрома Байконур. Астрономы Казанского федерального университета принимают активное участие в этом проекте. И напоследок расскажем о том, как Казанский федеральный университет поднялся на три позиции в сравнении с прошлым годом в национальном рейтинге университетов. Лицеи Казанского федерального университета, кстати, тоже не отстают. Президент Татарстана Рустам Мениханов ознакомился с ходом строительных работ в кампусах Казанского федерального университета. Речь шла сразу о нескольких объектах. Впрочем, давайте посмотрим сюжет. В ходе визитов КФУ президента Татарстана Рустама Мениханова и представители кабинета министров на территории строящихся и реставрируемых зданий были подняты несколько проблемных вопросов. Так, например, для развития университетской клиники КФУ требуется расширение площади с целью организации лабораторий и дополнительных мест в стационаре. Выяснилось также, что проект нового здания клиники, сравнимого по высоте с уже имеющимся корпусом, не соответствует некоторым градостроительным нормам, так как входит в охранную зону Кремля. В хирургическом стационаре, расположенном по адресу Ярешова-2, возникли вопросы, касающиеся охраны культурного наследия. Помимо благоустройства парка на территории клиники необходимо провести ремонт палат и привести к единому знаменателю требования пожарных и органов охраны объектов культурного наследия. Следующим объектом обхода стал корпус КФУ на Карла Маркса-43. Объект относится к постройке первой половины XIX века. При этом за всю историю здание перестраивалось четыре раза. Три раза в XIX веке и четвертый в 1934 году. Здание сегодня находится в аварийном состоянии. Было решено, что аварийные конструкции демонтируют, а само здание с сохранением всех этажей вновь станет полноценным учебным корпусом. После окончания работ здесь будет размещен Институт международных отношений. Завершающей точкой в осмотре стал учебный корпус университета, расположенный по адресу улицы Кремлевская, 25. В 2015 году здание было передано КФУ. В настоящее время корпус подготовили к проведению ремонта, который должен завершиться к началу учебного года. Здание предполагается использовать для цели подготовительного факультета КФУ. По итогам визита президентам Татарстана был дан ряд поручений в профильные министерства, направленные на реализацию планов университета по совершенствованию инфраструктуры. В начале июня в Санкт-Петербурге состоялся крупнейший международный экономический форум. В работе этого форума принял участие и ректор КФУ Эльшат Гафоров. В рамках Санкт-Петербургского экономического форума состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между университетом и Акционерным обществом Росгеологии. В церемонии торжественного подписания принял участие и президент Татарстана Рустам Мениханов. Но только на этом события, касающиеся КФУ на Санкт-Петербургском экономическом форуме, не закончились. В Петербургском международном экономическом форуме приняли участие более 19 тысяч человек из 145 стран мира. В рамках форума произошли события, непосредственно связанные с Казанским федеральным университетом. В ходе деловой части форума состоялось подписание соглашения о развитии сотрудничества между правительством Республики Татарстан и АО Росгеологии. Мероприятие прошло параллельно с подписанием соглашения о сотрудничестве между КФУ и АО Росгеологии. Подписали соглашения ректор Лишат Гафоров и генеральный директор Акционерного общества Росгеологии Сергей Горьков. В церемонии подписания важных стратегических соглашений принял участие президент Татарстана Рустам Мениханов. Надо сказать, что исследователи Института геологии и нефтегазовой технологии КФУ и АО Росгеология сотрудничают уже несколько лет с подписанием соглашения о долгосрочном партнерстве. Взаимодействие между организациями выходит на новый уровень. В ходе форума было принято решение об объективном усилии благотворительных фондов Татнефть и Росфонд для лечения тяжелобальных детей из Республики Татарстан и развития Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Напомним, что благодаря сотрудничеству Росфонда и КФУ в университете работает NCG-лаборатория по определению генной совместимости потенциальных доноров костного мозга. Совместная программа лечения детей из Татарстана основана на принципе софинансирования. 50% оплачивает благотворительный фонд Татнефть, 50% – жертвователи Росфонда. Благотворительный фонд Татнефть уже перечислил 4,5 миллиона рублей на лечение детей из Казани на Береженчелнов, Альметьевска. На средства благотворительного фонда Татнефть в марте 2019 года закуплена роботизированная станция для специализированной лаборатории, оборудованной Росфондом на базе Казанского федерального университета. Благодаря этой станции лаборатория в КФУ может проводить до 25 тысяч исследований в год. Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел несколько важных встреч. Основной из них стала встреча с министром науки и высшего образования Российской Федерации Михаилом Катюковым. Ученые Казанского федерального университета разрабатывают препарат для лечения туберкулеза. Причем делают это они совместно со своими коллегами Санкт-Петербургского научно-исследовательского института в тизиопульмонологии. Соглашение о сотрудничестве было подписано еще в 2018 году. Но только на днях ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с директором Санкт-Петербургского научно-исследовательского института в тизиопульмонологии Петром Яблонским. Что такое в тизиопульмонология? Это раздел медицины, занимающийся изучением и лечением туберкулеза легких. Профессор Петр Яблонский является главным в России специалистом в этой области. С визитом в Казанский федеральный университет прибыл директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института в тизиопульмонологии Петр Яблонский. Институт под его руководством занимается изучением и лечением туберкулеза легких. В начале визита состоялась встреча с ректором Ильшатом Гафуровым. Во встрече также приняли участие проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов, директор научно-образовательного центра Юрий Штырлин, главный врач университетской клиники Сергей Осипов и руководители подразделения университета. В начале встречи ректор КФУ отметил, насколько важна проблема туберкулеза. Как только мы стали повально мониторить всех своих студентов, сотрудников, работников сервисных компаний, которые с нас работают, то, к большому сожалению, все стало заново проявляться. Это, конечно, заставляет заново посмотреть, где мы находимся в решении этого вопроса и что нам нужно делать как учебному научному учреждению. Петр Яблонский рассказал сотрудникам Казанского университета о разработках Санкт-Петербургского научно-исследовательского института в тизиопульмонологии в области лечения туберкулеза. Совместная работа Казанского университета и НИИ в тизиопульмонологии по созданию противотуберкулезного препарата началась в марте 2018 года с подписания соглашения о сотрудничестве, которое состоялось благодаря усилиям директора научно-образовательного центра фармацевтики и руководителя проекта «Фарма-2020» в Казанском федеральном университете Юрия Штырлина. По словам Юрия Штырлина, разработка резистентного препарата для лечения туберкулеза стала возможна благодаря совместным усилиям КФУ и научно-исследовательского института в тизиопульмонологии, которым удалось совместить компетенции и оборудование друг друга в наиболее удачной конфигурации, и уже к концу 2019 года разрабатываемая субстанция выходит на доклинические исследования. А вот в университете как-то не довелось, и, конечно, впечатлён. Много слышал, но хирурги любят глазами. И сегодня я всё увидел, и увидел не только то оборудование, которое у вас есть, но и те глаза, которые на нём работают. И как администратор, и как человек, который занимается наукой, многое оценил. Во-первых, мотивация команды, которая, не имея устойчивого финансирования, сегодня умудряется делать реально великие вещи. Ну вот, каждому железу всё-таки нужно приделать руки, ноги, глаза, и это всё сегодня я увидел в работе. Это фантастический успех. И то, что вам удаётся финансировать сегодня науку, несмотря на свои макрозадачи, это, безусловно, впечатляет как администратора меня. Далее гости в сопровождении ректора Эльшата Гафурова посетили императорский зал и музей Казанского федерального университета, а позже отправили структурные подразделения по медицинскому направлению. Научно-международный симпозиум, посвящённый 750-летию Золотой Орды, прошёл в Казанском федеральном университете. Симпозиум был организован совместно с Истамбульским государственным университетом, Казанским федеральным университетом и Академией наук Татарстана. В ходе работы участники симпозиума, турецкие ученые, сопровождаемые ректором Казанского федерального университета Эльшатом Гафуровым, встретились в Казанском Кремле с государственным советником Республики Татарстан, Митимиром Шаймеевым. Подробности смотрим в нашем репортаже. С 12 по 15 июня на базе Института международных отношений КФУ проходит первый международный научный симпозиум «История и культура Золотой Орды». Симпозиум станет очередным крупным событием в научной жизни исследователей золотоордынской тематики и проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом, Академией наук Республики Татарстан и Стамбульским государственным университетом, которое предусматривает проведение ряда российско-турецких форумов, посвященных 750-летию образования золотоордынского государства. У Татарстана и у Казани, у Казанского университета очень много проектов и различных научных тем, которые осуществляются с Турецкой Республикой, это как гуманитарные, так и естественные научные проблематики. Данная встреча является частью общих исследовательских проектов в этом направлении. Это на сегодняшний день является реализацией той большой работы, которую ведет Казанский федеральный университет в этом направлении. Говоря о перспективах, я хотел бы особо обратить внимание, что турецкие коллеги очень заинтересованы в том опыте, который у нас сложился, в целом в нашей научной школе по средневековой археологии, средневековой истории, ну и применительно нашей теме, это к теме Улу Саджучи или теме Золотой Орды. В рамках симпозиума будет работать пять секций, на которых будут обсуждаться проблемы золотоордынской археологии и зарубежной историографии Золотой Орды. Для меня сегодня большая честь присутствовать на этом международном событии, посвященном культуре и истории Золотой Орды. Я представляю здесь Министерство культуры. Хочется отметить, что это мероприятие проходит в рамках Года туризма между Россией и Турцией, и этот симпозиум, который проходит в историческом городе Казань, является, безусловно, важным и значимым событием. Стоит подчеркнуть три аспекта этого мероприятия. Первое — это то, что во всей географии Европы и Азии государство Золотая Орда имело великую культуру, которая и по сей день несет свои отголоски. Второе — географическая значимость. То есть такие города, как Сараево, Баку, весь тюркский мир на протяжении нескольких веков вносил свой вклад. А третье — это личности, которые выросли на Казанской земле. Габдула Тукай, Мусаби Гиев, которые, родившись здесь, просвещали весь тюркский мир. Золотая Орда — крупнейшее государственное образование Евразии, один из ярких центров средневековой цивилизации, органически связанной с развитием богатейшей материальной и духовной культуры его наследия, со сложными этапами этногенеза и этнической истории татарского народа, всех его этнографических групп и другими народами этого государства. Я хочу подчеркнуть, что международные отношения — это не только политика и экономика, это в первую очередь история и культурные связи. Это мероприятие будет продолжено еще и на площадке Стамбульского университета. Я всегда говорил и буду говорить, что Казанская археологическая школа является лучшей в мире. Для нас она стала хорошим примером. Сейчас мы развиваем сотрудничество и в этом направлении. Хочу поблагодарить Казанский федеральный университет в лице ректора за проведение такого мероприятия. Всего на симпозиуме будет прочитано более 20 докладов ведущих отечественных и зарубежных специалистов по истории Золотой Орды. Труды, созданные в Казани 100 лет назад, 150 лет назад, они до сих пор уважаемы во всем тюркском мире. И очень приятно, когда наши турецкие коллеги приезжают и с самых первых слов говорится о той роли, которой сыграла Казань, о той роли, которой сыграл Казанский университет, о той роли, которой сыграли ученые Казани, я бы еще упомянул и Хасан Гатага Беши. Также в ходе работы симпозиума турецкие ученые в сопровождении ректора КФУ Ильшата Гафурова встретились с государственным советником Республики Татарстан Ментимером Шаймиевым. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия между Турцией и Татарстаном в области науки, культуры и сохранения исторического наследия. Планируется развитие новых проектов на базе Института международных отношений КФУ. Глобальный научно-исследовательский проект «Спектр Энгенгама» стартует в пятницу, 21 июня, в 15 часов 17 минут. Стартует проект с космодрома Байконур. Наши астрономы Казанского федерального университета принимают участие в качестве наземной поддержки проекта, используя при этом находящийся в совместном ведении университета Института космических исследований Российской академии наук Турецкой национальной обсерватории Российско-Турецкий телескоп РТТ-150. Главным инициатором и вдохновительным проектом является академик Российской академии наук Рашид Сюняев. Надо сказать, что именно при его активном участии совместно с профессором Казанского университета Шокатом Хабибуллиным в свое время у Казанского университета и появился единственный вне России совместный российско-турецкий телескоп РТТ-150. Изначально проект предполагался к осуществлению еще во времена Советского Союза в конце 80-х, но осуждено было стартовать только сейчас, 21 июня 2019 года, в 15 часов 17 минут. Космос велик, огромен, необъятен и непредсказуем. Удачного старта проекту «Спектр Рентген Гамма». Спектр Рентген Гамма — российский проект с германским участием по созданию орбитальной обсерватории в окрестности либрационной точки L2 системы Солнца-Земля для исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. Проведение астрофизических исследований запланировано в течение 6,5 лет, из которых 4 года в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества. Ожидаемые результаты. Обнаружение около 100 тысяч массивных скоплений галактик, фактически всех подобных объектов в наблюдаемой части Вселенной, около 3 миллионов сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик, сотен тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятков тысяч звездообразующих галактик и многих других объектов, в том числе и неизвестные природы, а также детальное исследование свойств горячей межзвездной и межгалактической плазмы. Кафедра астрономии Казанского федерального университета – это первая и старейшая кафедра астрономии в России. Именно здесь, еще в 1810 году, первые лекции по астрономии слушал Лобачевский и Симонов, которые в дальнейшем будущем стали великими учеными. Началом астрономии является приезд в Казань астронома Астрийского Ягана Литрова, который в 1810 году начал читать первые лекции Казанского университета по астрономии. И среди тех студентов, которыми были предоставлены на физико-математическом отделении, было два замечательных студента с фамилиями Лобачевский и Симонов. Именно Иваном Михайловичем Симоновым и Николаем Ивановичем Лобачевским была построена городская астрономическая обсерватория, которая располагается на территории главного здания Казанского федерального университета. Надо отдать им должное, что в 1838 году они построили такую чудесную обсерваторию в центре города, которая по тем временам, в первой половине XIX века не уступала по качеству астрономических наблюдений мировым центрам европейским. Летом исполнится 225 лет со дня рождения одного из первооткрывателей Антарктиды, выдающегося ученого-астронома, ректора Казанского университета Ивана Михайловича Симонова. По этому поводу 2019 год проходит в Казанском федеральном университете под знаменем Симонова. Символично, что именно в этот год стартует проект «Спектрингенгамма» как продолжение трудов великого российского астронома. Но даже в этом году череда мероприятий, посвященных Симонову, не закончится. В 2020 году исполнится 200 лет с открытия Антарктиды Симоновым, Беллинсгаузеном и Лазаревым. Но об этом мы поговорим позже. Для нас очень важно, что вот за многие десятилетия, фактически, можно сказать, даже за некоторого застоя в российской астрономии будет вот такое эпохальное событие, когда Россия запустит свою космическую обсерваторию с участием Германии. И мы сможем получать данные, мы российские ученые, совместно с немецкими учеными, сможем получать данные о Вселенной в рентгеновском диапазоне. В течение четырех лет работы этой обсерватории будет создана карта Вселенной в рентгеновских лучах. 21 июня на орбиту планируется вывести научный космический аппарат «Спектр рентгенгамма». Его миссия – создание карты видимой Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, на которой будут отмечены все крупные скопления галактик – широкомасштабные карты Вселенной, вроде путешествий во времени. Один из главных вопросов, на который должен ответить «Спектр рентгенгамма», как проходила эволюция скопления галактик за все время жизни Вселенной. Это давно ожидаемый проект и российскими учеными, и учеными всего мира, потому что не так часто в космос запускаются рентгеновские аппараты. Проблема в том, что наша земная атмосфера поглощает рентгеновское излучение. Для того, чтобы увидеть мир в рентгеновских лучах, надо телескопы запускать в космос. Это дорогостоящие мероприятия, которые и сами телескопы дорогие, и запуск космос дорогие. Поэтому это не часто бывает. Но вот раз примерно в 20 лет такие события совершаются, когда в космос запускаются рентгеновские телескопы. Для нас очень важно, что вот за многие десятилетия, фактически, можно сказать, даже за некоторого застоя в российской астрономии будет вот такое эпохальное событие, когда Россия запустит свою космическую обсерваторию с участием Германии. И мы сможем получать данные, мы российские ученые, совместно с немецкими учеными, сможем получать данные о Вселенной в рентгеновском диапазоне. Казанский федеральный университет должен стать одним из центров наземной оптической поддержки Международной орбитальной обсерватории спектр рентгенгама. Астроном КФУ предстоит заниматься оптическим отождествлением объектов, которые будет открывать космическая обсерватория спектр рентгенгама. В связи с тем, что только по рентгеновским данным часто бывает непросто понять природу открываемых объектов, для идентификации и классификации источников рентгеновского излучения будут использоваться наземные оптические телескопы, в том числе российско-турецкий полуметровый телескоп, который принадлежит Казанскому федеральному университету. Для нас для Казанского университета важно то, что у нас есть телескоп с диаметром зеркала полтора метра, установленный в Турции, который будет оказывать оптическую поддержку, оптическую наземную поддержку на этот проект спектр рентгенгама. Не так много в России университетов, в которых преподается астрономия Московский университет, Санкт-Петербург, Казанский и Уральский федеральный университет. И вот из этих четырех университетов реальными участниками этого проекта являются Московский университет и Казанский университет. И из Института космических исследований будут обрабатывать рентгеновские данные, а астрономы Казанского университета будут обрабатывать оптические данные. Мы будем эти данные объединять, пытаться понять, что за объектами обнаружили, идентифицировать их, ну и дальше исследовать, публиковать эти данные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На часы пошел отчет до старта с космодрома Байконур ракеты, которая должна вывести на орбиту Российскую космическую обсерваторию «Спектр-Рентген-Гамма». Самый значительный научный космический проект России за последний четверть века. Предыдущий такого же калибра проект случился четверть века назад. Тогда запуск российского межпланета автоматической станции МАЗ-96 закончился неудачей. За успех новой миссии крепко держат сжатые кулаки ученые Казанского университета. Все потому, что проект обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма» имеет непосредственное отношение к ФУ. Телескоп Казанского университета, расположенный в горах Турции, включен в перечень наземных телескопов и обсерваторий, которым надлежит обеспечивать поддержку обсерватории космической. Сбор, обработку, интерпретацию полученных с нее данных. Объем этих данных обещает быть таковым, что на десятилетия способен занять все кадровые и вычислительные мощности кафедры астрономии Института физики КФУ и, вероятно, приведет к расширению как приема на эту редкую специальность, так и самой кафедры. Надежды на новый космический телескоп воистину огромны. Прогнозируется, что с его помощью будет открыто приблизительно 3 миллиона сверхмассивных черных дыр, будет возможность увидеть практически все массивные скопления галактик в наблюдаемой Вселенной, обнаружить рентгеновское излучение сотен тысяч звезд нашей галактики, появится возможность наблюдать эффекты взаимодействия солнечного ветра с межзвездной средой на границах Солнечной системы. Одним из ключевых итогов миссии должна стать новая карта Вселенной в рентгеновском диапазоне, полученная с помощью данных Космической обсерватории. Я не буду углубляться в научные значения этой космической миссии. В конце концов, ученые, наши ученые, делегация которых, кстати, сейчас находится на Байконуре и будет наблюдать за запуском, сделают это куда более компетентно, в том числе и на канале Универ ТВ перед его зрителями. Скажу о моральной стороне дела. Вряд ли в обозримом будущем значение знания о новых миллионах, черных дыр, что планируется получить с помощью Космической обсерватории, найдет какое-то практическое применение в жизни обычных людей. Применительно к нашей стране можно добавить в непростой жизни обычных людей. Кризисные проявления в экономике, в общественном устройстве нашего Отечества очевидны и неизбежно порождают вопросы, а зачем нам дальний космос и расходы на его изучение, в стой сложный для Родины момент. Ответ на него есть. Возможность смотреть на звезды – это привилегия великих держав и радостных обществ. В Бангладешах и Мозамбиках о звездах не думают. Наше общество, несмотря ни на что, Бангладешами себя не мнит, самоощущает себя как развитая. И черпает силы в этом самоощущении, те моральные силы, которые нам ой как понадобятся уже в ближайшем будущем, чтобы преодолеть тот морок провинциальности, ощущения исторической обочины, на котором оказалась Россия. Другими словами, что не умерло наше Отечество, пока оно способно думать и мечтать о звездном. И в этом заключается главный моральный смысл предстоящей космической миссии и ее ключевое общественное значение. Ведущее информационное агентство России ТАСС сообщает о том, что ученые Казанского федерального университета разработали учебную программу для дошкольников с аутизмом. Аутизм выражается в затрудненном общении этих детей со сверстниками и взрослыми. Ученые Казанского федерального университета разрабатывают методики коррекции аутизма для дошкольников. Об этом сообщило Российское информационное агентство ТАСС. По итогам работы комиссии по вопросам формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования, 18 декабря 2018 года к проекту был присвоен статус федеральной инновационной площадки. В сентябре 2018 года преподавателями кафедры дефектологии и клинической психологии Института психологии и образования была подана заявка на конкурс по участию в федеральных инновационных площадках. Этот конкурс курирует Министерство просвещения Российской Федерации. Заявка была одобрена, мы стали победителями. И в рамках этого конкурса мы как раз и занимаемся разработкой адаптированной образовательной программы в консорциуме научной организации и дошкольной организации, которая будет реализовываться в рамках дошкольной образовательной организации. Базами для проведения исследования выступят три казанских детсада, где работают группы для дошкольников с аутизмом. Аутизм – это нарушение развития неврологическое по своей природе, которое влияет на мышление, восприятие, внимание, социальные навыки и поведение человека. Мы хотим именно работать в соответствии с запросами общества, запросами родителей, запросами научного сообщества и запросами, конечно, и в интересах здоровья детей. Одним из центров, которые будут генерировать лучшие в стране практики по работе с дошкольниками, у которых обнаружено расстройство аутистического спектра, станет детский сад КФУ для малышей с особенностями развития. Именно здесь педагоги, психологи и медики будут заниматься социологизацией детей и развитием их речи. Была проведена предварительная работа по изучению как российского опыта образования этих детей, так и зарубежного опыта. В результате было выявлено три наиболее эффективные модели образования детей дошкольного возраста, которые и будут реализовываться в данном детском саду. Это первая модель для детей, которых будут сопровождать родители. То есть образование будет проходить в форме лекотеки. Далее будет группа, где дети будут находиться одни, только с педагогами в течение всего дня. И третья модель – это инклюзивная модель включения детей с расстройством аутистического спектра в группы для нормотипичных детей. Стоит отметить, что первые результаты уже были представлены учеными КФУ в рамках пятого международного педагогического форума, который прошел с 29 по 31 мая в Казанском федеральном университете, участие в котором приняло более 600 участников из России и за рубежа. Получение статуса федеральной инновационной площадки дало университету возможность стать одним из главных вузов России, занимающихся разработкой и реализацией адаптивной основной образовательной программы дошкольного образования детей с такой болезнью, как аутизм. Совершенно недавно в стенах Казанского федерального университета прошел крупный международный форум развития профессиональных компетенций учителя, основные проблемы и ценности. В рамках форума широкое обсуждение сложилось у темы работы с детьми с расстройством аутического спектра. Данная проблема очень актуальна. И здесь ученые Казанского федерального университета представили программу работы с детьми аутистами. Данная наработка уже получила статус федеральной инновационной площадки. В рамках данной работы учеными КФУ отобрано три детских сада, включая детсад Казанского федерального университета, где производятся работы по раннему диагностированию проблем социализации и прогнозирования у детей. Далее вступают разработанные, опять-таки, учеными КФУ программы коррекции. Следует отметить, что программы по коррекции детей с расстройством аутического спектра это, прежде всего, не только дорога к социализации, но и предотвращение детских психотравм. А это очень важно. И отрадно, что именно ученые КФУ стоят здесь действительно на передовых позициях по разрешению этой проблемы. Продолжается поступательное движение КФУ в различных рейтингах. Вот и буквально на днях поступила новость о том, что КФУ поднялся на три позиции в сравнении с прошлым годом в национальном рейтинге университетов. Кстати говоря, лицеи КФУ тоже не отстают от своего учредителя. Международная информационная группа «Интерфакс» представила десятый ежегодный национальный рейтинг университетов по итогам 2018-2019 учебного года. Казанский федеральный университет улучшил свой прошлогодний результат. И в итоговой таблице занял девятую-десятую позицию. По большому счету, это очень интересный для нас рейтинг. Именно из-за того, что в отличие от других, вот второй это делает эксперт РА, и на котором построен московский рейтинг три миссии университета, он построен на измеримых количественных данных. Это означает, что можно четко понять и представить, за счет чего ты продвинулся, а по каким параметрам тебя опережают другие вузы. А все остальные рейтинги, вот упомянутые эксперты РА, который, кстати, сегодня был объявлен, он очень зависит от опросов работодателей. И, соответственно, насколько представлены татарстанские компании в этом опросе, зависит от результата позиционирования, что, скажем, весьма неустойчиво и, с нашей точки зрения, не дает полной картины для принятия правильных решений. Показатели порядка 57, как я уже сказал. То есть они многопараметрические, есть целая шкала их сведения в общий интегральный рейтинг. Но по большому счету, как и многие другие рейтинги, здесь существует шесть основных компонентов. Образовательная деятельность, причем это очень важно, что мы очень повысили свои позиции по этому направлению. Сейчас третье-четвертое место по Российской Федерации дало нам это агентство. Второе идет группа показателей исследовательской деятельности. Здесь мы на 12-м позе, это в этом месте, но тоже за год нам удалось на две позиции улучшить свой рейтинг. Социализация, то есть это фактически участие преподавательского состава наших студентов в программах развития региона. Здесь нам очень приятно это отметить. На протяжении последних четырех лет первые и вторые места, они за нашим университетом, это сказывается вот та масштабная культурно-массовая работа и спортивная работа, которая проводится и в республике, и в нашем университете. Дальше идет интернационализация, то есть это группа показателей, связанных с удельным весом количественных, это иностранных студентов и иностранных преподавателей. К сожалению, из-за того, что они построены на относительных показателях, поэтому по общему количеству иностранных студентов мы на втором месте по стране после РУДН, их у нас сейчас более 8100. А по удельным показателям мы, к сожалению, на 12 месте, хотя тоже есть рейтинг, то есть есть рост на три позиции по сравнению с прошлогодними значениями. Бренд, то есть вот тоже те мероприятия, особенно Ночи науки и цитируемость, и внимание средств массовой информации к нашему университету оцениваются по этому показателю. Здесь мы вдвое увеличили свою позицию, сейчас нам присвоено четвертое место по стране. Ну вот инновации предпринимательства – это единственный и последний блок показателей, связан с коммерциализацией наших научных исследований. К сожалению, здесь, скажем так, нам не удалось удержать позиции, в первую очередь из-за того, что очень агрессивно и активно работают другие ВОЗы. Это оценивается по тем, по патентной активности, по количеству и оборотам малых инновационных предприятий. Сам рейтинг, видите, шесть, скажем, крупных разделов. И где-то в каких-то разделах мы лидеры, то есть это вот то, что я упомянул по социализации, по другим, например, по науке, в основном нас опережают, и нам очень трудно конкурировать с узкоспециализированными отраслевыми ВОЗами, у которых в расчете на одного научно-педагогического работника достаточно, ну скажем, большой объем НЕОКР. Что касается образования, то здесь нам тоже сложно конкурировать с московскими ВОЗами, где стоимость обучения, то есть как критерий, намного выше традиционно, и средний балл ЕГЭ, и, скажем так, олимпиадники, тоже ввиду, в первую очередь, привлекательности и городской среды, и так далее, делают всегда выбор в эту часть. А вот по всем остальным направлениям, на мой взгляд, мы двигаемся, ну, не только в тренде, а несколько опережая общие тенденции. Рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика» впервые подготовило рейтинг лучших школ России в сфере информационных технологий, в которые вошли лицеи Казанского федерального университета. Из 200 школ IT-лицей КФУ занял 56-е место. Лицей имени Лобачевского расположился на 99-й позиции. Здесь совокупность факторов, работа действительно всего коллектива, потому что здесь не только, конечно, в первую очередь, учитель информатики, но здесь не только учитель информатики, и воспитатели, администрации, учитель математики. Большая помощь Казанского федерального университета, очень высокого уровня, лицеисты, сами школьники, они действительно и приходят с определенными стартовыми знаниями, и с ними интересно просто работать. В рамках исследования учитывались выпускники школ, поступившие в ВУЗ за партнеры исследования в 2018 году по направлениям математики и механики, компьютерных и информационных наук, электроники и так далее. Также для определения позиций школ в рейтинге учитывались данные о количестве выпускников, научную форму обучения на бюджетной и платной основе, а также на основании победы в Олимпиаде без других вступительных испытаний. На этом я прощаюсь с вами. Вы смотрели информационно-аналитическая программа «Контекст» на телеканале «Универ ТВ». Если вдруг вы захотели посмотреть наши программы в записи, то вы можете это легко сделать, зайдя на наш сайт. Для этого надо просто набрать в любых поисковых системах студенческий телеканал «Универ ТВ». Появляется ссылка, нажать на нее, и вот вы уже находитесь на нашем сайте, где сможете просмотреть все наши программы, которые выходили в эфир. Приятного просмотра. До свидания. Велпрограмму. Ильдар Каримов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова